Добрый день, уважаемые коллеги! Наше сообщение будет посвящено, как уже сказали, обоснованию хирургического подхода к лечению рецидивов злокачественных новообразований полости рта. Частота рецидива при плоскоклеточном раке полости рта составляет до 26%, из них частота местного рецидива составляет порядка 47%, регионарного рецидива до 35%, локорегионарного рецидива до 11%. Это данные крупного метаанализа испанских авторов. Основными методами лечения рецидивного плоскоклеточного рака головы и шеи являются спасительная хирургия, конкурентная химиолочевая терапия, повторная лучевая терапия, либо химиотерапия. И спасительное лечение часто лимитировано предшествующей терапии эскалации побочных эффектов от повторного лечения. Если мы говорим о спасительной хирургии при местно распространенном опухолевом процессе полости рта, то такая хирургия может быть выполнена в радикальном объеме, когда мы выполняем хирургическое лечение в объеме R0, в циторедуктивном объеме. То есть это такой вариант операции, который направлен на уменьшение объема опухоли с целью создания благоприятного фона для последующей противопухолевой лекарственной либо лучевой терапии. Эффективность и сама возможность проведения которой зависит от объема опухоли, оставшейся в организме. И палеотивный вариант хирургического лечения, когда операция направлена на уменьшение объема опухолевой ткани с целью улучшения качества жизни, но не продолжительности жизни. Были проанализированы литературные источники, которые включали значительное количество наблюдений. Все литературные источники включают данные по крупным метаанализам, которые касаются лечения рецидивного плоскоклеточного рака головы и шеи, полости рта в частности. Крупный метаанализ азиатских ученых, который включает в себя значительное количество наблюдений, 4800 пациентов. Авторы разделили все наблюдения на четыре группы. В первой группе пациентов больным по поводу рецидивного плоскоклеточного рака головы и шеи проводилась только химиотерапия. Во второй группе повторная лучевая терапия. В третьей группе конкурентная химиолочевая терапия. И в четвертой группе пациентам проводилось хирургическое лечение. Значимым независимым прогностическим фактором риск общей выживаемости пациентов с рецидивом плоскоклеточного рака головы и шеи, по данным авторов, является возраст более 65 лет, показатели индекса коморбидности более 6, третья и четвертая стадии опухолевого процесса, безрецидивный интервал менее года. И авторы делают статический анализ, приходят к выводам, что 5-летняя общая выживаемость у пациентов с рецидивом плоскоклеточного рака полости рта была значительно выше, составляет 46,75% после хирургического лечения, по сравнению с другими вариантами лечения данных рецидивных опухолей. По данным метаанализа этих авторов, 5-летняя общая выживаемость после спасительной хирургии составляет 40%, по данным этого метаанализа 36%. После операционным прогностическим фактором безрецидивной выживаемости, при многофакторном анализе, по мнению авторов, являются положительные края резекции, закрытые края, экстракапсулярное распространение и появление послеоперационных осложнений. Если мы посмотрим на рекомендации центра MD Anderson, то в случае, если рецидивный опухоль резектабельна, рекомендовано выполнение спасительной хирургии. Такие же рекомендации мы видим, если мы посмотрим на гайдлайны NCCN. Если процесс резектабельный, то на первом месте стоит хирургическое лечение. На основании обзора литературы мы можем сделать выводы, что неблагоприятными прогностическими факторами при спасительной хирургии по поводу рецидивных опухолей является молодой возраст менее 35 лет, либо возраст более 65 лет, безрецидивный период после первичного лечения менее года, положительная края резекции, рецидив метастазов, особенно если мы имеем 2 боли метастаза, метастазов 4-5 группы лимфоузлов, и экстракапсулярное распространение, и рецидив опухоли, которые соответствуют 3-4 стадии заболевания. Когда целесообразна спасительная хирургия? Когда мы выполняем ее с циторедуктивной или палеотивной целью, то мы должны понимать, что мы это делаем с минимизацией послеоперационных и витальных осложнений. Когда мы предполагаем, что ожидаемая продолжительность жизни будет не менее, чем при других методах лечения, возможно после понимания и согласия пациента на инвалидизирующий характер операции, потому что, как правило, спасительная хирургия, особенно при местно распространенных опухолевых процессах, все-таки заканчивается формированием различного рода оростом, орофарингостом и различного рода оскута, используется, как правило, лишь с целью укрытия магистрального сосудистого пучка. С чем мы сталкиваемся, когда выполняем такие операции? Отсутствие местно-пластического материала для адекватной изоляции магистральных сосудов, возможно, позднелучевые реакции, приводящие костью радионекроза костей лицевого скелета, ксеростомии, снижение нейрогенеративных способностей тканей, сложность определения границ опухоли и границ резекции, когда мы не можем четко определить, где рубцовые ткани, где зона отека, фиброза, где зона опухоли. Например, в данном случае молодой пациент, пациенту изначально была начальная стадия рака языка, первоначально больной отказался от хирургического лечения, проведена была химио-лучевая терапия, однако в последующем был рецидив заболевания. Также пациенту в последующем долго не могли поставить морфологический диагноз рецидива, подтвердить, проводились многократные биопсии. В итоге пациенту в другом учреждении выполнена фотодинамическая терапия биопсия сторожевого лимфовузла, и к нам пациент поступает с огромным местно распространенным процессом, и вот видите, на шее непонятно. Здесь и рубец, и послучевые реакции, и данные инструментальных методов исследования, и клинические данные не давали нам четкого представления о том, где у пациента зона опухоли, где рубец, где фиброз, где отек. Рискнув пойти на операцию, выполнена операция в огромном объеме, глосоктомия с резекцией нижней челюсти, удаление тканей дна полости рта. Вот видите, по гистологическому исследованию мы получили практически во всех краях положительный рост. И по гортани, и по глотке, по королонебным мышцам, подкожно-жировой клетчатке продолженный рост. Быстрая прогрессия, пациент, ну вот видите, на правой картинке тяжело погибал, общая выживаемость 6 месяцев. Конечно, такая спасительная хирургия никакого смысла не имеет, в данном случае операцию делать было не нужно. Адьюантное лечение после спасительной хирургии, особенно этот вопрос актуален, если на противоопухолевом лечении первичной опухоли уже была лучевая либо химио-лучевая терапия. Из крупных исследований, третьей фазы клинических исследований, в котором авторы проанализировали результаты повторной химио-лучевой терапии после выполнения спасительных операций. И были сделаны выводы, что локорегионарный контроль и безрецидивная выживаемость была лучше, где проводилась повторная химио-лучевая терапия после спасительных операций. Однако общая выживаемость была в этих группах одинакова, и в отдаленных результатах авторы сделали выводы, что смертность от лечения была 8%, и через два года была отмечена высокая токсичность третьей и четвертой степени. И интересно также одно из исследований, которое проводится в настоящее время, результаты исследования обещают исследователи предоставить где-то к 2024 году, когда авторы оценивают результаты дивантной иммунотерапии препаратами невлумаб, либо в комбинации невлумаб и пельмумаб после проведения спасительных операций. Они планируют сравнить результаты этого исследования с результатами предыдущего исследования, который был показан на предыдущем слайде, где проводилась повторная лучевая терапия. Вот несколько клинических примеров хотелось бы представить. В данном примере рецидивный опхоль после лучевой терапии. Пациенту первоначально произведена резекция дна полости рта с лимфодисекцией на шее, с одномоментной пластиколучевым лоскутом, быстрая прогрессия, генерализация метастазов в печени. Пациенту не проводилась спасительная хирургия, пациенту проводилась химиотерапия на протяжении 8 месяцев. У пациента было массивное прогрессирование опухолевого процесса по локоррегионарной области, распаду опухоли, многократные повторяющиеся кровотечения. Вот другая ситуация, когда у пациентки по поводу рецидивной опухоли был выполнен вариант спасительной хирургии, орофциальная резекция с лимфодисекцией, также быстро продолжена рост и генерализация. Однако в данном случае вторая пациентка погибала все-таки от нарастания полиорганной недостаточности, и не было острых критических ситуаций, как у первого пациента, требующие экстренной помощи, мобилизации сосудов, активной гемостатической терапии. В общем-то, качество жизни у второй пациентки, скажем так, до смерти, было более богоприятным, она легче погибала, чем первый пациент. Вариант циторедуктивной спасительной операции у пациента после хирургического лечения в объеме орофциальной резекции, лимфодисекции на шее через 3 месяца наблюдался продолженный рост опухоли, внутрикожные метастазы, метастазы в лимфодисекции и противоположной стороны. Была выполнена вариант спасительной хирургии, орофциальная резекция, лимфодисекция, и в последующем пациент получал химиотерапию, таргетную терапию, и в дальнейшем пациента не было. Данных за прогрессию опухолевого процесса была выполнена реабилитация с использованием двух лоскутов. Пациент реабилитирован в настоящее время более 3 лет без прогрессии. Вариант радикальной спасительной операции. Пациентка обратилась к нам в институт с местно распространенным опухолевым процессом, с метастазом в лимфоузлы шеи с обеих сторон после проведения лечения по месту жительства. Пациентке было выполнено огромный объем операции, логолосоктомия, сларинкоктомия, с резекцией мышц на полости рта, поэтапная лимфодисекция на шеи с обеих сторон. Также год без рецидива. Далее пациентка реабилитирована. В данном случае восстановлен пищепроводный тракт с использованием желудочно-сальникового лоскута. Пациентка имеет приемлемое качество жизни, самостоятельно питается через рот полужидкой пищей. И также безрецидивная выживаемость более 3 лет на настоящий момент. Мы проанализировали в своем отделении результаты лечения 231 пациентам. 131 пациент были пациенты первичные с местно распространенным опухолевым процессом, которым проводилось либо хирургическое лечение на первом этапе, либо на первом этапе лучевая терапия в предоперационной дозе с последующим хирургическим лечением. И также проанализировали пациентов с местно распространенными опухолями, с рецидивными после различного варианта лечения, которым выполняли именно спасительную хирургию. Такие пациенты составляли 43%. Пока годичная безрецидивная выживаемость чуть выше безрецидивная выживаемость в группе, в которой проводилось хирургическое лечение на первом этапе составляет 79%, чем в группе, в которой проводилась лучевая терапия, там 75%, в группе рецидивных опухолей 59%. И общая выживаемость после спасительных операций по поводу рецидивных опухолей. По нашим подсчетам, 70% двухлетняя общая выживаемость. Таким образом, хирургическое лечение, наверное, предпочтительный метод лечения у пациентов с рецидивным плоскоклеточным раком полости рта, поскольку другие эффективные варианты по-прежнему отсутствуют. Нужно учитывать целесообразность выполнения такой хирургии. И при наличии неблагоприятных факторов требуется обсуждение вопроса до проведения адюантной терапии. Спасибо за внимание. Спасибо. У кого вопросы будут? Пожалуйста. Большое спасибо за сообщение. Скажите, пожалуйста, все-таки я немножко не понял, радикальные и палеотивные спасительные операции, чем они отличаются? Потому что это прогрессирование, это раз. Второе. Я даже в презентациях ставлю, где остановиться. Потому что клинические рекомендации, которые, скажем так, созданы совместно с присутствующими здесь в зале, 4А, потому что первые там были доклады, где говорили, что 4А, ну, там не называлось, но 4Б неоперабельное, понятно, а 4А это операбельное. То есть почему пациенты начинали с химиолочевого лечения? То есть они должны быть по клиническим рекомендациям Минздрава, АОРовские рекомендации, они должны быть первично прооперированы. Ну вот, нет, вот хитрости нет, поскольку мы все-таки, вы немножко все-таки ведомственное учреждение, то есть мы городская, как Сергей Анатольевич тоже докладывал, говорю, мы городская структура, мы жестко придерживаемся клинических рекомендаций. Ну, вынужденные. То есть сейчас нам запретили облучать послеоперационных больных, сейчас нам запретили неодевантную терапию. И вот где остановиться? Вот 4А. По большому счету неоперабельные больные челюстно-реценат, одни глаза оставляем, и это операция, это радикальная операция. Ну как бы, если Р0. А Р0, вы же понимаете, это как гистолог покажет. Так вот, где остановиться? Спасибо большое за ваши вопросы. Наверное, на первый вопрос. Радикальный вариант операции, это операция, при которой мы удаляем весь объем опухолевой ткани в объеме Р0, у нас нет генерализованного опухолевого процесса. Это радикальный вариант операции. Паллиативный вариант операции, когда мы удаляем либо объем опухолевой ткани, либо, допустим, имеются отдаленные метастазы, либо мы не удаляем при локорегионарном процессе весь объем опухолевой ткани, и это не приводит к увеличению общей выживаемости. Когда общая выживаемость При операции без нее остается такая же. На второй вопрос, почему мы проводили к каким-то пациентам химио-лучевой терапии, а кому-то операцию на первом этапе. Эти пациенты в нашем отделении идет пока в настоящий момент протокол, при котором при местно распространенной опухолевом процессе пациентам на первом этапе мы выполняем либо хирургическое лечение, либо на первом этапе химио-лучевой терапии. Этот протокол уже длится некоторое время, и был он создан, когда еще рекомендации были, скажем так, более устаревшие варианты этих рекомендаций. В настоящее время как раз таки планируем проанализировать результаты этого лечения, которое проводилось за последний промежуток времени. Конечно, согласно настоящим рекомендациям, пациент все-таки подлежит хирургическому лечению на первом этапе. Вопрос, где остановиться, тоже большой вопрос. Наверное, все-таки спасительная хирургия имеет место быть, когда мы все-таки можем, наверное, в радикальном объеме сделать операцию. И интересно было бы сравнить результаты все-таки современных иммуно-онкологических, в том числе препаратов при рецидивных опухолях, и сравнить, в том числе общую выживаемость, сколько больные, сколько эти пациенты будут жить. Пожалуйста. Спасибо за доклад. У меня вот вопрос, как бы дискуссия. Иногда во время проведения врачебных комиссий, пациенты выводятся, они тяжелые пациенты, иногда у них бывают инсульты, инфаркты, те, которые заболевания переносят радикальное хирургическое лечение. Ну, то есть невозможно там с инсультом, с инфарктом сразу предложить пациенту операцию. Вот у меня вопрос. Онкологический пациент, диагноз как злокачественную опухоль, это все-таки плановая хирургия, или это все-таки экстренная хирургия может какое-то отношение иметь? У меня вот такой вопрос, потому что иногда у нас очень большие разночтения бывают. Наверное, мы будем говорить об экстренной ургентной хирургии, когда у нас есть угрожающие жизни ситуации. Это может быть кровотечение, но опять же в настоящий момент есть, допустим, варианты мобилизации, которые могут купировать эти критические осложнения. Или мы все-таки берем с рисками и оцениваем как операцию, направленную на устранение злокачественного опухолю, как экстренную, вот так вот. То есть онкологическая патология экстренная или нет? Вы понимаете, мы лечим все-таки, наверное, пациента, и мы к нему подходим с разных сторон в том числе. У нас нет задачи убить человека, поэтому мы взвешиваем все факторы. Мы взвешиваем все факторы в данном случае, и если нам анестезиологи дают добро на такую операцию, то мы идем на эту операцию. Если нам анестезиологи ставят крайне высокие риски, там, допустим, 50 на 50, выживет пациент или не выживет, тогда принимает решение сам пациент, готов он рискнуть, либо не готов, и все это юридически и документально оформляется. Но если мы понимаем, что риск после этой операции, в том числе и летальный исход, крайне высокий, конечно, мы не пойдем на такие операции. По ситуации. Извините, что мы действительно, дискуссия такая очень актуальная. Извините, я просто задал вопрос, потому что этот вопрос, как бы он всегда звучит. Приезжали, сколько лет назад СОМА организовывала школу онкологов, тут приезжают корейцы, показывают чудесные, там, огромные операции со словами. Мы понимаем, что он через 6 месяцев умрет, но мы ему улучшаем качество жизни. Мне это непонятно. Вот где мы должны остановиться, потому что 4А без предварительного лечения и не видя прогностических факторов, мне это непонятно. Комментарии краткие. Два. Первое. Казаемо первичных больных, полосы рта, это тоже, что сказал Иван Валерий на этом протоколе, это согласительный, примирительный протокол, чтобы, наконец-то, наши радиологи перестали ерундой заниматься в плане предоперационной лучевой терапии. Что касается доклада, суть-то в чем? Это отдельная вообще история. Индукционная полихимиотерапия, там свои совершенно показания, это Н2С, статус по узлам и так далее, низкое расположение, четвертая группа, где мы ожидаем в прогнозе у пациента отдаленной метастазы реализации. Вот цель в данном случае, нет, вы так зря главы киваете на самом деле, это стандартное исследование, уже доказано, там все написано. Н2Б, иногда Н2С, Н3, нижняя треть шеи, если мы говорим здесь, это группа угрожаемая по дистантным метастазам, здесь есть преимущество индукционной химиотерапии. Если мы говорим об органосохранном лечении рака гортани, гортаноглотки, это немножко другая отдельная тема. Но касаемо нашего доклада, почему мы эту тему поднимаем, она всегда вызывает дискуссию. Есть хирургия циторедуктивная, есть хирургия спасительная, есть хирургия по витальным показаниям. Это три разные задачи. В нашей практике встречаются все больные абсолютно. И, конечно, здесь, вот в докладе начале Ирины Валерьевны показало, что четкие есть работы, которые показали, что при возможности хирургического компонента с адювантной терапией, а не просто хирургического компонента, выживаемость общая в этих больных выше. Критерии это, ну что Т4А, нота деструкции локальной кости, пожалуйста, убирайте ее и нет проблем. Т4Б Да, это предпознаночная фасция. Вот, значит, вот Ирина Валерьевна показала двоих больных. Один умирал в муках у нас в отделении, на протоколе Кинот-40. Вторая пациентка все-таки как-то, по крайней мере, это было постепенное угасание. Правильно это или нет? Не знаю. Раньше в нашей клинике, почему взяли этот материал? Шесть лет назад, рубеж, до которого у нас, ну, все прекрасно знают, организовывалось все, что движется, надо и не надо. Показания кооперации были немножко другие. Сейчас мы эти группы начали различать. Естественно, вот, как мы тоже обсуждали, неоднократно Салим Радчин, такие большие прогрессивные опухоли, их убрать мы можем все. Мы на самом деле сейчас с вами, практически все здесь сияющие хирурги, можем пересадить голову. На это уйдет 6 часов максимум. Это несложно на самом деле. Это два анастомоза внутренняя и ревной вены, два анастомоза общей сонной артерии и 10 нервов. Андрей Павлович, не увлекайтесь, не увлекайтесь. Я не увлекаюсь, у нас есть время. И вот к чему. То есть, конечно, прогноз, течение, сроки реализации рецидива, проведенное ранее лечение, пул селекционированных клеток, то есть они радиорезистентные, химиорезистентные, все линии химиотерапии прошли, и она через месяц снова выросла. Конечно, мы не будем оперировать. Смысла нет. Если это есть промежуток более года, если это первый рецидив, если он, грубо говоря, находится в переднецентральных отделах, если он идет под основание черепа, как компонент комбинированного лечения, это имеет смысл. На мой взгляд. Коротко, если разрешите, в рамках дискуссии просто прозвучали корейцы. Я вспомнил просто одну историю. Где-то лет 15 назад я еще писал свою кандидатскую диссертацию по химиотерапии. И вдруг вал работы идет из Южной Кореи. Суперновая схема лечения, неодевантная химиотерапия, циклофосфан при раке полустерта. Результаты просто сумасшедшие. Ну, так как это одна точка на земле была, откуда эти работы шли, мне было интересно, почему вот такие результаты шикарные. Оказалось, что это единственный препарат, который бесплатно по страховке выписывался в Южной Корее. Поэтому к южно-корейским исследованиям нужно очень аккуратно подходить. И могут быть вот такие факторы. Нужно воспринимать через определенную призму. Но это не данные из Кореи. Это была школа, где доклады здесь. Нет, это не публикация. Здесь был доклад в России. Это здорово, что все монстры потянулись сюда, значит, что-то задели. Ирина Валерьевна, я не буду спрашивать ваш профессиональный стаж, потому что тут сразу о возрасте речь пойдет. Возраст вам 18. А вот возьмите 5 лет назад, и вот то, что вы показали, какая трансформация у вас в голове, как у специалиста, который занимается, работает в этом отделении. Произошло что-то или нет по отношению к этой группе больных. Не улыбайтесь. Сложный вопрос, очень. Мы хотим как-то здраво оценить целесообразность и здравый смысл того, что мы делали 5 лет назад, надо ли это делать, увеличиваем ли мы вообще качество жизни, продолжительность жизни, общую выживаемость и так далее. Поэтому мы именно сейчас анализируем данные, которые были и 5 лет назад, и 10 лет назад, и методы лечения, которые применяем в последнее время в центре. Ваше мнение. Что было 5 лет назад, и что сейчас? Что поменялись в виде? Стараемся все-таки более целесообразно подходить к подходу и к этим операциям. Все-таки более, наверное, со здравым смыслом. Ну давайте, но вы уже четвертый раз говорите. Доктор Хрусталев. Давайте, вставайте. Хорошо, да. Почему такая действительно активность вот этой дискуссии? Потому что, в общем-то, мы раньше проводили неодиантную химиотерапию. Мы не ставили задачу увеличения жизни, Андрей Павлович, продолжительную общую выживаемость. Это был отбор пациентов для исключения вот этих бессмысленных операций. То есть, если она прогрессирует на неодиантной химиотерапии, понятно, что она будет в большинстве случаев резистентна. Это будет прогрессирование. Про прогрессирование. И там, и там. И там, и там. То есть, если рецидив через хотя бы год, то есть проводили, нет, почему проводили, ну, как бы, предоперационную химиотерапию, мы видели. То есть, рецидив или первичный опухоль будут чувствительны к консервативному лечению. У меня вот в анамнезе есть пациентка с огромной метастатической меланомой и рецидивной тоже. Я слушаю ваши разговоры и ваши комментарии. Вы знаете, что иногда вот так в голове появляется, что большинство то, что мы делаем как хирурги, временами, как, может быть, даже всякие другие методики лечения, это чисто медицина ради медицины. Они медицина ради человечества или ощущения человека. Все-таки чуть-чуть отходите от медицины, от хирургии, и все остальное. И не забудьте, что эти люди, про кого мы говорим, они родственники у кого-то. И всегда хочется, когда ты последний раз увидишь своего человека, близкого человека, чтобы он был в нормальном виде, а не был монстром. Вот, последний, вспоминая про своего отца, я вижу его красивым и не хочу его быть уродливым. Вот, поэтому, когда смысл в операции особо нет, вы видите, то, что это рецидив, это серьезно все идет, то есть, вы как хирург чувствуете, что вот такое, ничего такого нет. Мне кажется, ради исследования и ради медицины здесь не стоит просто уродовать человека. Надо оставить. Другие случаи есть, где можно вот другие вещи делать или тестировать, эксперименты можно делать. Вот, такой подход, и хочу все, чтобы вы об этом думали, потому что это очень серьезно. множество людей, которые здесь показываете на фото, и мы у себя видим, и часто у меня будет такой спор со своими коллегами. Очень часто такие операции, вообще никакого смысла в них нет. так называемые по-английски die in peace это самый лучший вариант. Да, это человек просто умирает и все, только будет в красивом виде. Спасибо. Вы абсолютно правы, вы озвучили общепринятую точку зрения, которая сейчас превалирует. С ней нельзя не согласиться, да, вопрос, когда спрашивают родственники больных, а что бы вы своим родным сделали, вопрос запрещен, он не принимается, да, но работа посвящена именно тому, что выделить пусть небольшая когорта, но которую надо оперировать. Ирина Валерьевна показала пациента, у которого уже с транзиторными внутрикожными метастазами была выполнена урофоциальная резекция с последующей реконструкцией и челюсти, и дна полустирта, и покровов наружных, которые разговаривают, кушают, живет и вполне функционально и социально существуют. Вот выделить эту категорию больных а это очень трудно сделать. Пока у нас нет общих пониманий, да, понятно, ургентная ситуация, можно удалять, можно там кровотечение эмболизировать, но эта когорта больных все равно есть, ее надо найти. У нас есть материал обширный, примерно 20-летний, который мы можем обсчитать, и весь материал 6-летний, когда мы от этого стали уходить. И мы надеемся эту категорию узкую, маленькую, но все-таки найти. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok